Дорогие друзья, здравствуйте! Мы начинаем наш вечер Евгения Герфа, поэтический вечер, вечер воспоминаний о нем, который проходит в кафе поэтов в Доме-музее Марина Цветаева. Здесь проходит пять дней с 26 сентября по 30 сентября выставка Евгения Герфа. Все это невероятное событие, в порядке чуда, конечно, случилось, потому что в середине августа Владимир Орлов, исследователь неофициальный, литературы и поэзии подбросил мне такую идею, что они сделают ли вечер Герфа, выставку его картин. И у нас в музее обычно сейчас коммерческие выставки происходят, но мне удалось уговорить начальство разрешить нам бесплатную выставку ненадолго, на пять дней. И это произошло. И для меня Евгений Герф – это автор замечательных стихов, одно из которых я страшно люблю, и, может быть, оно в десятку моих самых любимых входит. Прочитала я его 12 лет тому назад в новом литературном обозрении, в подборке стихотворений, которые приготовил Михаил Натанович Айзенберг. И это стихотворение потом появилось как отдельно стоящее русское стихотворение в камере хранения, которую вел Олег Юрьев, умерший этим летом. И я сделала себе шпаргалку, хотя я его очень люблю и знаю наизусть, но публичное выступление, я волнуюсь, и прошу прощения, я буду подглядывать. «Серпами черными стрижи на поле падают со стоном, и поле платиновой ржи, то бьет поклоны до межи, то молоком бежит топленым, то струн подробный перебор, то волн тяжелых полыхания, то похоронный слышен хор, то просветленное рыдание, как будто смертный приговор в себе таит и оправдание». Ну, просто великое стихотворение. Забыла сказать, что повесить эти картины, оформить их для выставки помог замечательный поэт Сергей Диба, который раньше работал в нашем музее, и вот просто по дружбе приезжал и помогал мне устраивать эту выставку. А дальше я передам слово Владимиру Орлову. У нас ведется профессиональная запись вечера, поэтому каждый выступающий вот с такой клипсой микрофоновской должен быть оснащен. И я сейчас займу свое место и буду вести запись обычным телефоном. И вот свою запись я выложу на Фейсбуке в мероприятии, которое называется «Вечер Евгения Герфа». Вы потом сможете друзьям послать ссылку, если найдете. Добрый вечер всем. Я присяду, наверное, и, ну, во-первых, слова благодарности. Таня уже сказала, что выставка, не вечер, а выставка организовалась достаточно спонтанно, но если уж говорить до конца, откровенная идея была не моя, а присутствующая здесь красот Мария Орловой. Вот. А дальше уже благодаря Светлане Леонидовне Ивановой мы и с помощью Евгении, присутствующей здесь, Зверинской, мы вот эти картины переместили сюда. и дальше уже Сергей Деба, Таня организовали развеску, в рамки повесили. Вообще, конечно, чудесно это все смотрится. Было видно, когда достали картину, только когда привезли, но когда они вот так, совсем замечательно. Значит, я предложил бы такую схему, я имею наглость попросить себе слово три раза, и меня извиняет, может быть, только то, что, опять же, благодаря Светлане Леонидовне Ивановой я получил сейчас недавно доступ к архиву Евгения Герфа в Аргали, и начал с ним работать, и те материалы, которые я зачитаю, они, в общем-то, из-за его архива, я думаю, что они могут будут интересны всем, несмотря на то, что большинство, я так понимаю, здесь собравшихся Евгения Герфа сейчас знали лично, но его слово, в общем-то, я думаю, будет тем более им интересно. Я сначала хотел зачитать его попытку автобиографии в несколько сокращенном виде, немного совсем сокращено, да и текст небольшой, я ее, может быть, дополню теми сведениями, которые поскольку биография написана творческим человеком, она даже не совсем биография, и очень короткая, а какие-то факты я добавлю после нее конспективно. Затем, я думаю, пригласим кого-нибудь выступить из тех, кто знал Евгения Иосифовича, потом я бы хотел, поскольку я анонсировал это дело, озвучить его воспоминания о поездке в Норинску и в Родск в 1964 году, это тоже не очень большой текст, не думаю, что я утомлю. Ну и потом, опять же, после того, как выступит кто-то еще, если никто не будет против, я бы прочитал стихи из архива, с которыми я начал работать, которые не вошли в электронный файл книги река быть. То есть, это стихотворения такие, можно сказать, неизвестные, хотя здесь это немножко звучит странно, потому что у него издано крайне мало. Вообще, НЛО, благодаря Михаилу Айзенбергу, сам он книжку успел издать, о чем я скажу, и, в общем-то, практически, нет, еще были публикации в континенте, время и мы, в огоньке, но все это по сравнению с общим количеством его им написанного, конечно, капли в море. Я начну тогда с автобиографии, точнее говоря, сам автор назвал это попыткой автобиографии. Попытка автобиографии. Я родился в Хабаровске, но тебе это тем более актуально, что, в общем-то, вот про Евгения Юрьевича мало что известно биографически, я читал и узнавал много-ного. Я родился в Хабаровске в замечательном 1937 году. Отец мой по национальности еврей служил в том году в чине лейтенанта в Хабаровске в органах НКВД. Моя мать украинка, прикладной художник, страдала, как я теперь понимаю, душевным заболеванием. Через два года они развелись. Я остался с отцом. В 1940-м мы переехали в Москву, где отец вскоре женился на русской женщине с ребенком, красавица, стенографистка НКВД. В Москве мы и стали жить. В Москве я окончил школу, поступил в мединститут. Жил мерзко, тошно и плохо. С девятого класса пил и курил, в институте учился с трудом. Меня и не хотели после собеседования принимать. До мать явилась в комиссию «Разобрались». На лекциях я в основном играл в молниеносные шахматы, сочинял непристойные песни, антирелигиозные стихи. Если бы не мать, женщина с крутым характером, иногда и по физиономии влепит. Если бы не отец, которого я боялся и любил, дальше большой оборот в скобках, он был типичный еврей-самоучка, жадный до книг. Сколько я помню, он всегда что-нибудь читал, читал и курил. Дукат оранжевая пачка десяточек или рубиновая прима цвета ордена красной звезды. Молчал и курил или слушал. Во все годы, даже в годы борьбы с космополитизмом, когда его выперли из НКВД и от дворовых ворот каждый раз демонстративно топтун топал за ним, слушал по-английски BBC. Он был страшно загружен работой, уходил в семь, приходил в восемь, иногда вызывали в ночь. Так вот, скобки закрываются, так вот, если бы не еврейство и беспартийность, вышел бы отец на пенсию генералом ГБ, а так подполковником. Так вот, если бы не режимная дисциплина в семье, моя жизнь окончилась бы катастрофой. А так, я закончил мединститут, женился, родился сын. Круги повторялись. Меня душила тоска бессмыслят события, особенно почему-то после хорошего кинофильма «Чаплина» или «Феллини» выйдешь на улицу на зажмуренный свет, и такая тоска. «Брак мой развалился, я маялся по наемным комнатам, но жил уже лучше, как будто бы посветлей, ходил к ребятам на таганку, в мастерскую, в подвал, пили чернильный вермут, заедая украинской колбасой, играли втроем на гитарах, плыла, качалась лодочка по яузе реке». Как я понимаю, это компания Юрия Коваля была, если я не ошибаюсь. «Компания Тидора Силеса». «Лемпорт» «А, Силеса Лемпорт», да. «И они его приняли тоже». «Да, хорошо. Я… Вот, может быть, вы расскажете о нем немножко. Да. А я уже была рядом, под окнами, Астахов мост. Один из нашего трио был реставратор икон. Как мне казалось, он был особенно мудр. Мне казалось, что он владеет какой-то особой, чрезвычайной истиной, до которой мне никогда не донырнуть. В то время я, никакой не художник, вырезал из столовой ольховой доски образ Богородицы. Волокна ольхи рвались, я сопротивлялся, а вышло что-то не вполне обыкновенное. Богородица в телогрейке». Реставратор дал мне фотографию из мастерских грабаря, образ умиления, черно-белый. А мне казалось, ткань облачения глубокого синего цвета. Глядя на эту фотографию, я и резал. А вообще у нас в НКВД-шной комнате, имеется в виду дома, висел большой образ, печатная гравюра Богородицы с младенцем. Помню печальный взгляд Богородицы и строгий Бога-младенца. Этот образ мать выменяла на мешок пшена у соседки, которая шила. Ребятам мой ольховый образ понравился. Они подарили мне липовую чертежную доску, благословили, чтобы дальше резал. Это были, быть может, лучшие годы в моей жизни. Я написал тогда, может быть, лучшую мою композицию в прозе «Мгновение крест». Именно в те годы, в возрасте 38 лет, я принял святое крещение в Русской Православной Церкви. Не буду об этом говорить. Три года тому назад я пришел во Вселенскую Церковь. Не буду об этом говорить, потому что все более убеждаюсь, Бог – это молчание, молчание-понимание, комната-успокоение, слышимая рука на плечи тебе «Натягивает одеяло». Е. Герф, июль 1995 года. Ну, как видите, фактически как бы в стране своей жизни он здесь мало внимания уделял. Я, тем не менее, озвучу какие-то вещи, которые, наверное, нужно знать. Значит, Евгений Иосифович Герф родился 9 июня 1937 года в Хабаровске, скончался 21 января 2006 года в Москве. Отец, про которого он писал, лейтенант НКВД, Герф Иосиф Федорович, 1905 года рождения, умер в 1973-м, родился он в Оренбургской области. Вообще, тут какая-то немножко у меня удивляющая фактура. Ну, ладно, евреи из Оренбургской области, это ладно, но в НКВД беспартийный, это как-то, да еще и в чине подполковника, это как-то удивительно, если не сказать сомнительно. Родная мать Романенко Анны Ивановны 1903 года, вот, мачеха, самая стенографистка НКВД, Коныгина Ульяна Васильевна, брак с его отцом был зарегистрирован за неделю до начала войны, 15 июня 1941 года. Окончил, как он здесь пишет, второй медицинский институт имени Пирогова, в папке с личными документами, в архиве РГАЛИ есть газета, вторая вот эта, многотиражка этого института 1960 года, где, вот, про Евгения Герф сказано с возмущением, что он категорически отказывался уезжать на распределение из Москвы, что это полное безобразие, но он остался в Москве, некоторое время работал даже в 1962-1963, по-моему, в Кащенко психиатром, а потом в основном участковым врачом и врачом скорой помощи в различных поликлиниках. Первая жена Светлана сейчас Иванова, Светлана Леонидовна, они поженились в 1961-м, развелись в 1970-м, вторая жена Раиса Егорова Кочетова, была замужем, кстати говоря, тоже за Аспаватом Александром Львовичем, в 1976-м году они развелись, и она вышла замуж за Евгения Иосифовича, скончалась в 1998-м году. Стихи писал Евгений Иосифович, видимо, с юности, я не знаю, я успел понять, что в 60-м, датированные 60-м есть стихи, годом, может быть, и раньше. В 1964-м году он показывал стихи Надежды Яковлевны Мандельштам свои, она ему по этому поводу написала письмо, через Фриду Вигдрова он показывал. Ну, поскольку Светлана Орлова и присутствующая здесь Мария Орлова это из семьи Орловых-Копелевых, то познакомился он там с Бродским и когда Бродского отправили в ссылку в 64-м году он вместе с своим другом по Медицинскому институту Владимиром Гиндисом ездил к Бродскому, об этом будет отдельный его текст, воспоминание об этой поездке. Значит, публикации стихотворений, то, что я нашел первые опубликованные стихи были в 76-м году в книге в Альманахе стихотворений для детей между летом и зимой составленной Всеволодом Некрасовым, кстати говоря. Как он добыл эти стихи я не знаю. Из самотека. А? Из самотека, да, просто. Вот. Значит, ну вот он включил три стихотворения в 76-м году. Начиная с 77-го года ГЕРФ публикуется за рубежом. Первые публикации состоялись, значит, с ошибочной фамилией Евгений ГЕФТ в журнале «Время и мы», тринадцатый номер 77-го года. И в Альманахе Аполлон 77 там не стихи, там эссе с предисловием Владимира Марамзина. Это как раз «Мгновение креста»? Нет, там другой текст. Разве? Да. Там что-то про вот сон, бабочка, Джоу там, в общем, восточный там какой-то. Нет, «Мгновение креста» это, по-моему, более фрагментарное. Ну, надо посмотреть, я его не видел, оно есть, опять же, в Аргали, но я его пока не заказывал, а стихами занимаюсь. Просто сейчас. Вот. Ну, я, наверное, там предисловие Марамзина, который, в общем, признается, что ГЕРФа не знает, поэтому я, чтобы сократить свое выступление, как-то не буду зачитывать. А затем начались публикации в «Континенте» Владимира Максимова. Первый раз стихи туда попали через Игоря Бурихина, который пишет Максимову письме 11 декабря 80-го года. «Дорогой Владимир Емельянович, пересылаю вам рукопись Леснянской и стихи ГЕРФа, присланные из России с просьбой передать вам». Как попали к Бурихину я не знаю, я надеюсь это узнать, поскольку Бурихин слава богу жив. Почему именно через него передавались, не совсем понятно. Вроде он больше питерский, в «Континенте» и были опубликованы, то есть вот в декабре 80-го были переданы, значит, в 28-м номере 81-го года подборка была опубликована вместе с подборками Виктора Кривулина и Якова Зугмана. В частности, там вот как раз про строгость отца, если уж там зачитано, то я прочитаю коротенькое стихотворение, которое было опубликовано в «Континенте». С перебитой лапой скребусь у порога папы, хоть я с ним не согласен, мне дают пальто из теплого драпа, месяц январь поразительно ясен. Следующая публикация в «Континенте» в 82-м году номер 34. Видимо, после этой публикации, а не после стихотворения о сбитом самолете, начались преследования со стороны КГБ, потому что вызван вместе с женой Раисой Егоровной Герф, вызван был в КГБ, повестки хранятся опять же в личных документах в Аргали, 26 ноября 82-го года вызван на беседу к товарищу Кулагину, а нет, это значит жена к товарищу Кулагину, а сам Герф к товарищу Игуумнову «Фуркасовский переулок, дом 1». За что было вызывать именно после этой публикации, не совсем понятно, там, да он и вообще не писал явно политических, обычно не писал явно политических стихов, ну, может быть, вот есть там какой-то, может быть, просто за сам факт, наверное, за сам факт публикации, да, но там, если уж к чему придираться, хотя здесь явно в переносном смысле, «Фуркасовский» вагонах, качнется видимость окрест, ах, полно вам, майор Копыткин, свои попытки продолжать, мой дух и солнечный, и прыткий, жандармской шапкою прижать». Само по себе не криминальное. Значит, вот 26 ноября его вызвали, 82-го вызвали в КГБ, после чего в марте 83-го под предлогами различными там массовые придирки по работе начались, в марте его уволили, даже, как он писал потом, без согласования с профсоюзом. И с марта 83-го по январь 86-го он работал гардеробщиком в консерватории имени Чайковского, а с февраля 86-го сторожем в храме пророка Божия Ильи в Черкизове. В 86-м там уже относительная перестройка, и он начал писать письма, тоже есть это в личных документах, сначала прямо к Горбачеву, потом к Соломенцеву, который, по-моему, возглавляла комиссия партийного контроля. Формальный ответ ему дали, что мы этим не занимаемся, но, тем не менее, в декабре 86-го он восстановился и смог снова работать с врачом, и работал врачом до конца жизни, ну, до пенсии, собственно говоря, до выхода на пенсию, последнее место работы клиника номер 20. А стихи, вот за которые как раз за него могли взяться гораздо более круто, были опубликованы тоже под псевдонимом, на этот раз не Л. Евгеньев, а Г. Евгеньев, в 84-м году в континенте с эпиграфом и продолжал полет в сторону Японского моря. Сообщение ТАСС. Как ни печально, актуально до сих пор. Когда молчу, тогда вполне я разделяю ваши обычаи. Когда молчу, тогда лечу в ночи камчатской задобычей, и кровь невинная на мне. Как тошно в нашей тишине, глухонемые мои братья, когда молчу, и я, каратель, и кровь невинная на мне. Как это можно все забыть, ходить, как прежде, на работу, и в гости к бабушке в субботу, на четвереньки и завыть. Отныне все мы наравне, закон тайга и правда волчья. Когда молчим, мы воем молча, и кровь невинная на мне. Ну, это вот избитый самолет изнокорейский 1 сентября 83-го года. В 88-м году составил машинописный сборник «Река Быть», однако, судя по всему, он его дополнял. То есть, на титуле 88-й год, судя по текстам, в конце стихи 90-х годов. Поэтому там многие стихи заклеены, переклеены. В общем, он работал с этой машинописью, поэтому окончательный вариант, тот, который в электронном виде, он в основном правильный, он, видимо, хорошо сканирован, хорошо распознан, там из недостатков можно отметить только то, что там в основном межстрофные пробелы отсутствуют в стихах, в то время, как на самом деле у Евгения Герфа межстрофные пробелы в основном есть как раз в большинстве стихотворений. Ну, есть там пропущенные строчки, есть какие-то, но, в общем, сравнительно немного для такого объема. это, конечно, вот такой основной его стихотворный сборник. В 90-м году он отпечатал собственно сын, его сын Леонид, который работал, видимо, в этом кооперативе Клевер, да, издание осуществлено средство кооператива Клевер, 90-й год, вот такую книжечку, тростник ветром колеблемый, она, ну, это мизерный объем по сравнению с общим объемом мы написаны, что характерно, здесь из 32 страниц 6 или сколько там, 8-7 страниц пустых, то есть он решил, что он настолько жесткий отбор осуществлен, что он даже оставил пустые страницы даже на этом мизерном объеме, что тоже как-то характеризует его поэта требовательного к себе. В том же 90-м году, по-моему, это Михаил Натанович, наверное, лучше расскажет, там есть следы подготовки, подборки для журнала «Знамя», опять же, в архиве, и в 94-м году опубликованы в огоньке были 9 стихотворений. Ну, я в заключении первой своей части, которая уже так затянулась, тоже коротенько из этой подборки прочту стихотворение. «О, Господи, прости, уродца, приспособленца и в роля, я не могу совсем бороться с круговращением февраля, когда сплошное колыхание, марта-февраль, янова-апрель, ой, это белое дыхание, еще ни гроб, ни колыбель». Я даже не знаю, с чего начать. В общем, Женя Герв был женат на моей сестре Светлане. И в то время мы жили на улицу Горького. Тогда квартир отдельных было очень мало, а у нас была отдельная квартира. Люди в основном жили в коммунальных квартирах, это время студенческое. И в нашей квартире постоянно собиралась компания. Не только сам Женя был необыкновенным человеком, но вся компания была чрезвычайно ярких и каких-то значительных людей. Вот я вспоминаю, что время было очень-очень веселое. Они собирались часто, пели песни, ну, выпивали там, ну, и, в общем, на гитаре играли, ну, и обсуждали там всякие события. В общем, было интересно. Это все время... Я немножко хочу поправить, что насчет распределения, когда Женя кончил медицинский институт, в то время всех московских врачей оставляли в Москве, а он уже был женат на Светлане, на москвичке, поэтому его вообще никуда не должны были услать. Но он на комиссии по распределению сказал, что он не крепостной, чтобы ехать, куда его пошлют. Он сам поедет работать, куда он захочет. Но, естественно, единственный из всего курса он поехал в город Гурьев. И там проработал патологоанатомом в больнице года два. Сколько полагалось по распределению. Светлана туда к нему ездила. А потом уже он работал в Москве. В общем, Женя такой был человек. Я даже про что еще вам рассказать. Песни у него были совершенно замечательные. Но поскольку у меня ни слуха, ни голоса, то я вам исполнять не буду. Но я кое-что помню. Но они все пели очень талантливой была компания. И как-то вспоминать интересно. Так, про что-то надо было рассказывать. Песню я потом одну заведу. У нас одна есть аудиозапись. Да, одна есть, другие, наверное, не сохранились. А как он рисовать начали? Да, еще знаете, что первая публикация, когда вы сказали у него была? Я нашел пока 76-й год. Вот, была публикация в 66-м году. Вышла книга Льва Копелева в ЖЗЛ Брехт. И там Женя перевел одно стихотворение Брехта. Кстати, в этой книге его перевод есть, и там указано. Это 66-й. Значит, можно считать, что вот это первая публикация. Я, к сожалению, не нашла, но я найду это самое. Ну, в этой книге, в общем, есть. я не знаю, что дальше, про что интересно вам рассказать. Про рисование? Про рисование. Ну, он все время рисовал и сочинял стихи и пел песни. И, кроме того, был совершенно необыкновенным доктором, между прочим. Вот человек талантливый вообще во всем. Ну, вот меня конкретно по медицинской части он два раза просто мне спасал жизнь. Ну, вообще, у нас много было. Семья была большая, бабушка с дедушкой, там, мама с Левой, там, Светлана, ее это самое. Ну, вот она с Женей и со своим маленьким сыном. Ну, народу много было, и все время кто-нибудь болел. Ну, и приходили люди, и он никогда никому не отказывал. так что, и он был потрясающим диагностом. Он еще, многие, может, не отказывают по доброте душевной, но надо же еще уметь, уметь помочь. Да. Ну, да, еще, может быть, про эту поездку, про поездку к Бродскому. Это было, вот, когда Бродский был в ссылке, они познакомились, это в нашей квартире, он приходил читать стихи, и Иосиф Бродский там читал, и познакомились и с Женей, и с его другом Витей Генделесом. И они вдвоем поехали, ну, как два врача, ну, типа его обследовать, ну, и, конечно, привезти в ссылку, когда Бродский уже был в ссылке. Они у него пробыли несколько дней, и, ну, и там, ну, да, собирали в нашу квартиру, собирали эти рюкзаки, куча народу приходила, там приносили, что-то ему послать, ну, и вот есть такая легенда, по крайней мере, в интернете ходит, что вот русский перевод Лили Барлен, там этот самый, ему приехавший Герф спел на немецком эту песню, а может быть, и Генделес, вот, я уже не знаю, как у него было с немецким. Ты говорила, что он взял перевод, который сделал Копель на фронте. Нет, ну, это такая легенда ходит. В общем, Бродский услышал немецкую песню, и она ему понравилась, и он немножко знал, он по подстрочнику сам сделал русский перевод. Ну, и почему-то, и ходит такая легенда, что это Копелев по заданию руководства фронта сделал перевод, Лили Марлен усилив антифашистскую ноту. Да, но я в этой песне вообще ничего не вижу антифашистской, что-то, обычная солдатская песня. И, в общем, но легенда такая ходит, и что он специально вот это вот что-то переделал. Дело в том, что вот на эту тему, когда вот Генрих Бель подружился с Копелевым и стал часто приезжать в Москву. На даче как-то у нас вот сидели, и Лев хотел его поразить и запел Лили Марлен по-немецки, он свободно владел. И Бель сказал, Лев, ты с ума сошел, ты поешь эту фашистскую песню, ты что? Ну, вот я думаю, что если бы он бы так не выразился, то есть вот это очень странно. А Лев сказал, а почему-то это обычная солдатская песня. Солдат не хочет умирать, а хочет обнимать любимую девушку. Что тут? Ну, мне потом многие знакомые говорили, что это и есть самый анти. Потому что солдат должен под козырек и пошел умирать за любимого фюрера. А он, видишь ли, хочет жить. Вот это и есть. Ну, я не знаю. В общем, тут разные мнения существуют. Я не знаю. Что перевел это все? Бродский перевел. Но что, с какого текста он перевел? Потому что эта песня написана во время Первой мировой войны. И это, по-моему, единственная песня, которая одновременно на нескольких языках ее пели. Был английский перевод и одновременно пели ее солдаты, сражающихся армией. Такого я вообще не знаю, что бы Катюша надо сражающейся армией петь. Ну, в общем, это удивительное дело. И вот она дожила до Второй мировой и тоже как бы пошла в ход. Ну, в общем, я, честно говоря, не знаю, с какого перевода это было сделано. Я сама немецким не в такой степени владею, чтобы это оценить. В общем, интересная история. не знаю. Ну, ладно. Ну, и вот я просто хочу сказать, что замечательно, что эта выставка состоялась, потому что человек талантливый, совершенно необыкновенный и вот очень жалко, что он рисовал последние годы. Вот, кстати, он приезжал ко мне несколько раз, я набирала вот эти тексты, он привозил им, ну, записанные от руки, ну, и диктовал. И я вот это все набрала. Остался вот этот вариант хотя бы в последние годы жизни, когда его жена уже умерла, и он очень, ну, как-то был очень одинок, и он тогда очень много рисовал. Вот эти все картины, я их не видела. У меня дома есть несколько старых, которые он дарил всем, ну, совсем старых, там, 60-х лет. А вот эти последние, когда он умер, и у него там вот в страшной пыли под вешалкой вот просто стояли вот эти все картины, их никто не видел. И у меня не было даже времени их тоже посмотреть, вот просто все упаковать, надо было скорее освобождать квартиру. В общем, а сейчас я вижу такая красота, просто я поражена. так что... очень шуточная баллада Вот видное слово Эйнштейн, вот стыдное слово Эйнштейн, но магия П или Н, и дырки напротив колен. Ты рак, Рабинович, Ты рак, Хоть ты и на стройке прорак, Хоть ты и в Госплане остряг, А в паспорте каракал и паспорт Ты будешь все дни догадаться, П yang тебя И любит, и ест он, и пьет, Имеет он сказок и книг, И песен печально поет. Верхни говорят, кто решат, И нас, говорят, разрешат. А мне, Робинович, не жаль, Тебя, Робинович, не жаль. Я, с вашего позволения, сейчас про поездку к Бродскому, собственно, воспоминания самого Герфа. Я повторяю, это не очень большой текст, поэтому я надеюсь, что не сильно надоем. Они, правда, существуют, на самом деле, у двух вариантов. Такие более канонические, которые, видимо, использовала и Лидия Чуковская, когда писала комментарии в своей книге «Записки об Ане Ахматовой», там упоминается об этой поездке. И, в частности, приводятся выдержки из письма как раз Раисы Орловой Копелевой практически с теми же оборотами, что и сам текст воспоминаний. Так что можно сделать вывод, что написаны они в 90-м году примерно. Так что письмо, это Раиса Орлова и написано в 90-м году. Моя поездка к Бродскому в село Норинское. Ну, так он воспроизводит название. Я родился в 37-м году, в 60-м году окончил 2-й Московский медицинский институт, специальность врач-лечебник, работаю терапевтом в Москве на фабричном здравпункте. В 61-м году я женился на Светлане Орловой и поселился на улице Горького в доме 6 семьи Орлова и Копелева. В этом доме я впервые и встретился с Бродским. Его привел Ефим Эткинд. Помню, в большом рабочем кабинете Копелева-Орловой, сидя на красной раскладной тахте у низкого столика, Бродский читает перевод Галчинского. Там упомянут, конечно, «черт», «бричка» и какой-то, кажется, «панопочка». И все это с едкой иронией, необычайно экспрессивно, резко. А потом и свои стихи, которые Бродский воет, поет, кричит. Ну и скачет же он и т.д. и т.д. «Треугольных домов» и вот это поразительное. Потому что не жизнь, а другая какая-то боль. Так я впервые услышал, что в жизни есть что-то иное, живое, кроме нее самой. Впечатление было чрезвычайное. И поэтому, когда состоялась расправа над Бродским, я, не задумываясь, поехал к нему не только для того, чтобы ему помочь, но и поговорить с ним. То есть не бескорыстно. В тот год я работал сутками на пункте неотложной помощи в поликлинике 11 на Большой Бронной и потому имел свободное время. Поехал я вдвоем, чтобы не было страшно, с товарищем моим В. Гинделесом. Мы вместе учились во втором медицинском и были в дружеских отношениях долгие годы и по окончании института. Везли мы, как помню, еду, копченую колбасу, концентраты. Впечатление на меня, как на врача, Бродский произвел тяжелое. Он жил в деревянном угрюмом доме, помню серые доски, пыльные полувыбитые стекла, северное небо. Он ходил на работу, помогал очищать распахиваемое поле от валунов. Я обнаружил у Бродского признаки декомпенсации порока сердца, боли и кровохаркания. В 1964 году я имел мало опыта и прописал ему какой-то бесполезный корвалол или что-то в этом роде. Да и психическое состояние Бродского было не вполне благополучным. Он был беспокоен, напряжен. Он с тревогой говорил о близком ему человеке, женщине, которую оставил в Ленинграде. В моей тогдашней записной книжке отмечены его рукой синими чернилами. 7-8. Басманово, Бобышев, дом крестьянина, Архангельская область, Конышский район, П.О. Даниловская, Норинская. Как мне кажется, тогда он строил планы то ли побега, то ли разрешенного отпуска на 7-8 ноября. Это явная ошибка, потому что он ездил весной, это, скорее, 7-8 мая, может быть, ну или апреля. И какой-то промежуточной встречи. Далее я помню, как мы гуляли втроем. Я, Генделис Бродский, по предзимнему плотному тракту. Бродский утверждает, что по этой дороге проходят этапы ссыльных, и это чуть ли не продолжение знаменитой Владимирки. Но говорим мы не о политике. Я всячески стараюсь сыграть роль дурачка-атеиста и тем спровоцировать Бродского. Я учусь у него уму-разуму, и он учит меня видению иного. Несколько раз повторяет строчку из перевода, сделанного кем-то из его друзей, в скобках с вопросительным знаком, Сергеев, созвездие чашек молочая. Он пытается объяснить мне разноплановый смысл этих слов. С той поры у меня хранятся два автографа Бродского. Один на машинке, это стихотворение «Витязлав Незвелл», «На Карловом мосту ты улыбнешься», подпись «Дорогому Жене» для воспоминаний об одной деревне с любовью, 1964-й. Другой автограф записной книжки «От руки синими чернилами», это стихотворение «Сжимающие пайку изгнания». Вот и все, что я могу сказать о нашей совместно с Вагиндельсом поездки к Бродскому в ссылку. Я ездил к Бродскому, вот здесь он немножко опровергает Марию Николаевну, но это он так считает, я чувствую, что изложен скромность. Я ездил к Бродскому не как врач к пациенту, а скорее как ученик к учителю. Московская медицина действительно однажды пыталась помочь Бродскому, но это во время его недолгого пребывания в больнице имени Кащенко. Об этом может рассказать другой мой товарищ. По второму медицинскому Татьяна Михайловна Сиряченко, врач-психиатр. Она была тогда лечащим врачом Бродского. Ныне живет в Москве, телефон такой-то. По-моему, тогда пытались оформить Бродскому документ, чтобы избавить от судебного преследования за эту неядство. Собственно, воспоминания, отпечатанные на машинке, на этом заканчиваются. Есть в этой папке, это отдельная папка в архиве «Ргали», в этой папке есть автограф этих воспоминаний. Он такой, видимо, черновик, потому что из него не все попало в машинописанный текст. И я, с вашего позволения, тут тоже еще немного, зачитаю какие-то места, которые не попали. Может быть, они тоже будут интересны. В начале 60-х я жил в Москве, в одной окололитературной семье, где ели с Абдайком, пили пиво с Эрвином. Я не разобрал, каким. Шритматером. Шритматером. А, Шритматером. «Лаваш пек Генрих Бель, где грыз кукурузу Митчелл Уилсон, и Фрида Абрамовна Вигдорова как откровение пела «Я помню тот Ванинский порт». Вокруг меня шла не жизнь, а литература. Я только потом это понял. Дальше про Бродского. Он взял с книжной полки антологию англо-американских поэтов. Вот это читай, этого, этого. Сейчас принято говорить, что Бродский привил англо-американскую ветвь к русской. Конечно, это так, если думать о русской литературе, как о явлении так называемого критического реализма. Так как это прививалось десятилетиями, когда культура раздавалась каплями по карточкам в урезанном виде. Конечно, если русская литература это сплошное непрерывное эдакое «Мой дядя самых частных правил», то в такой литературе есть место для прививок. Но это, конечно, не так. Если взять, например, Мандельштама или Пастернаковская «Где как об угольные груши». Я повторяю, это черновики, они не всегда связаны, поэтому тут некий логический может быть пропуск, а может и нет. Один американский художник сказал, что психоанализ излечивает его от психоза, но и от живописи. Он перестает быть художником. Знаете, я этот кусок зачитаю, не имеет отношения, он небольшой, непосредственно к визиту к Бродскому. Это, видимо, для него было важно. Как относится религия и искусство? С одной стороны, Господь требует тишины, и в этой тишине развязывается всякий конфликт, и творческий порыв угасает. Есть верящие, которые искренне считают, что искусство греховно, как средоточие страстей. Я сам много раз пережил это чувство, но если последовательно идти по этой линии, тогда и сама жизнь становится греховной, и вообще ничего нельзя делать, а можно лежать из благословения Божия, как неразборчиво, рыба, выброшенная на лед. Но можно вспомнить, что были, особенно в католическом христианстве, святые поэты, что расцвет англиканства совпадает с расцветом английской литературы. Тоже можно сказать о Византии, Юстиниане и так далее. Вот я услышал, там на самом деле больше рассуждений, но я даже не потому не стал набирать, что это не имеет отношения к собственным воспоминаниям. Просто они становятся совершенно неразборчивыми. По крайней мере, на данном этапе я не могу разобраться. Может быть, удастся. И вот я услышал, что Бродского посадили, что был постыднейший процесс, что сослан за студенятство. И мне посчастливилось поехать к нему в ссылку с передачей от московских литературных людей. Я вез копченую колбасу, чешский суп в картонных стаканчиках с какими-то звездами. Я помню серое небо, двухэтажный дом с выбитыми пыльными стеклами, поля, разбросанные валуны. Поэт в сером ватнике. Он ходит за механическим плугом, цепляет к нему валуны, харкает кровью. У него порог, по идее, сердца, но там явно слово не сердце. Напряженность во всем облике. Он встревожен. В Ленинграде осталась подруга. Он строит какие-то безумные планы об однодневном побеге, о промежуточном свидании с ней. В моей записной книжке остались следы этого плана, записи его рукой, что это 7-8. Вот тут он признается, что он уже не помнит. Побег на праздники, 7-8 ноября, не помню точно. В то время я был еще молод. Недавно я окончил мединститут, работал врачом. Но тогда мне уже было душно в дурной бесконечности, где всегда происходит французская борьба противоположностей, где качество, как в песочных часах, всегда перетекает в количество и наоборот. И вот я подкалывал Бродского, провоцировал его, спорил с ним с позицией примитивного материализма. «Я слишком хотел услышать, что все это не так, что не только есть на свете видимая жизнь, но есть и другая какая-то боль». Вот тут он еще раз цитирует. «Что же преподал мне мой великий учитель?» И в скобках. «Я считаю, что в моем обращении к церкви он сыграл не меньшую роль, чем мой какой-то эпитет-восприемник». «Помню черный ледяной лес, одинокий кричит в нем голосок, смёрзшийся каторжный тракт, витой торфяной ручей, мы стоим на мосту, и Бродский все долбит мне дураку о том умении видеть иное в том, что мы видим». «И я запоминаю одну фразу из перевода английских поэтов «Созвездие чашек молочая». «Недавно я в натуре увидел молоча, никаких там нет чашек и звезд, жирные наглые комочки, ядовитые алые тряпочки цветов». Вот в этом и есть поэзия – увидеть в этих тряпочках чаши и звезды. И не просто увидеть, услышав в этом болотном уровне иной катастрофический звездный высокий план бытия. «Когда он уехал на Запад, я всё хотел написать ему письмо в стихах, но так и не решился. Сохранилась в памяти финальная строфа. Под этим небом светлой парусины не оправдается всякая плоть. Товарищ мой по России, храни тебя Господь». Ну вот я начну как Мария Орлова, что же сказать. Ну, наверное, я, уж поскольку я послушала Машу тебя, и Маша началась именно вот с Горького, с этого дома, то тут я, наверное, здесь тебя чуть-чуть, ну, дополню, если не возражаешь, да, поскольку Маша была чуть-чуть, ну, сильно помоложе нас со Светой, которая была моя подруга, а Женя был её мужем. Вот всё я. А мы учились со Светой вместе на химическом факультете в университете, а Женя к этому времени кончил уже медицинский институт. И вот я, когда пришла в этот дом к своей подруге, ну, познакомилась с Женей, всё, и сразу могу вам сказать, что, хотя он был не намного старше нас, на меня он произвёл впечатление взрослого, умного и такого человека серьёзного. Вот, ну, в каком смысле серьёзного? Солидного, вот неправильно сказала, солидного. Но поскольку довольно тесно общались, и я могу так сказать, и там была очень хорошая компания, вот его друг Витя Генделис, Кирилл Гринберг, Таня Сериченко, и другие фамилии не буду называть, это всё врачи, и весёлая компания, остроумная. И Женя среди своих друзей был очень открытым человеком. Вот когда мы так слушаем всё, что как будто бы такое и по стихам, и по всему, так сказать, по биографии, и по каким-то его высказываниям, что это какой-то мрачный, такой тёмный, закрытый. И это не так. Это был очень открытый, с невероятным чувством юмора, с каким-то, буквально, так сказать, со способностью выдать афоризм мгновенно. Афористичная у него была очень речь. И Австрот, и даже Свет всё время собирался, ему заведу амбарную книгу, чтобы записывать его изречение. Все его стихи, вот какую-то песню, я её, честно сказать, не слышала, и даже не узнала его голос, не знаю, кто поёт. Вот. Может быть, Женя, но искажённая просто. Но песни у него были очень искромётные, весёлые, разные. И студенческие про марганцовку и прочее. Я тоже не помню, к сожалению, было одно замечательное совершенно стихотворение, он сочинил, которое заканчивалось вот только одну строчку, но её достаточно. Заканчивалось так. «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Но не так безрассудно, не так. Это тоже была у него такая песня. Я надо у Света спросить, может быть, у неё остался весь текст этой песни. Все его вот эти вот такие шуточники, их было большое количество, очень большое количество. И когда пришёл в эту компанию ещё и Юра Коваль, то тогда, у которого тоже всё это было искромётно, весело, то тогда они ещё как-то очень сошлись друг с другом. Если Женя был просто, я так могу сказать, светлый человек, Коваль был яркий человек. Женя был по-своему ярок, но яркость, вот такое, в смысле оперение яркого, это был Коваль. А Женя всегда ходил с мрачным выражением лица, хотя в любой момент мог сказать такое, что все падали от смеха. А Коваль – это… И они друг с другом очень сошлись, именно как вот лёд и пламень, очень хорошо друг на друга творчески действовали. Коваль, вот спрашивали насчёт рисования и насчёт музыки. Коваль очень уговаривал Женю учиться музыке. Сам Коваль брал у профессионального музыканта, брал уроки именно под влиянием Лемпорта, который очень хорошо играл на гитаре и практически профессионалом был, хотя был скульптором, мы знаем все это. Вот, и вот Коваль, Лемпорт и Витя, и Женя, втроём они иногда, вот когда… Это было вообще совершенно потрясающе, когда они играли ещё из испанской, из репертуара испанской классики в этой большой квартире, вот где Маша родилась и жила. И в этой квартире просто было ощущение, поскольку потолки там пятиметровые, что это настоящие были концерты. И Коваль очень уговаривал Женю учиться музыке профессионально. И Женя брал уроки тоже. И Коваль же очень влиял на него и воздействовал, чтобы он занялся рисованием. Сам Коваль, ну, наверное, все знают, мне не надо про него говорить, что он в своём педагогическом институте ещё закончил не только литературное, но и художественное отделение, и был профессионалом в своей области. И Коваль ему много именно, но он его подталкивал к тому, чтобы Женя... И Женя это брал. Но вот я хочу сказать, что сам... Теперь я хочу сказать о Жене, просто уже без Коваля. И я знаю, чем Женя привлёк Коваля, мне так кажется, потому что я, чем Коваль привлекал всех людей, понятно, он был просто очень ярок, талантлив, ярок, пение, сочинение, всё это было у него. А Женя был невероятно интеллектуален. Его интеллектуализм был особенный. Надо сказать, что по жизни я, может быть, очень мало даже знаю таких людей, как Женя Герв, потому что его интеллектуализм был особенный. Он, знаете, был... Ну, возможно, это что-то бывает и врождённое, плюс образование естественное. У него естественное образование, которое, конечно, помогало ему, ну, чтобы выработать какое-то совершенно правильное, ну, не в смысле правильное, а в смысле именно разумное, какое-то научное такое мировоззрение, с одной стороны. А с другой стороны, это высший такой интеллектуализм, который позволял не только изучать, но и постигать. Вот он мог постигать какие-то духовные сущности. Это даётся очень высоким уровнем интеллектуализма. Это просто так не даётся. Поэтому, когда у нас говорят... Я это говорю даже не о вере, и совсем не о вере, потому что я... Это ко мне не относится, это его личное, и как там, и что, я ничего не знаю. А вот я просто говорю о постижении духовной сущности. Вот душа Женина трудилась всю жизнь, и как только вот лично я с ним познакомилась, я это поняла сразу, что у него душа трудится, и я сразу поняла, что это идёт от его высочайшего совершенно интеллекта, такого высокого интеллекта. Понимаете, человек с такими талантами, это редкое сочетание. Вот интеллект, душа и творческие способности. Всё это вместе. Но, с другой стороны, мы видим из того, что вот вы читали, что это был человек невероятно скромен сам по себе. Он был очень скромен. Не могу сказать, что он себе не знал цену. Нет, он знал себе цену, но стеснялся этой цены. Понимаете? Он её стеснялся. Он не хотел, вот он не хотел и очень стеснялся. И даже вот я сейчас вот вижу перед глазами его лицо, когда он там что-то, как-то ему не это. А с другой стороны, талант какой-то был выдающийся. И при том, стихи, ну не знаю, я, мне стихи его просто нравятся. Я не очень, не могу их, так сказать, я, некоторые стихи я понимаю, зная именно Женю, я их даже понимаю. Некоторые, может быть, я не совсем понимаю. Но они мне, мне вообще нравится поэзия вот такого рода, и они мне нравятся. Но то, что он писал в прозе, это просто замечать, на мой, вот опять же, на то, что я больше понимаю, может быть. Поэтому я хочу сказать, что его стиль прозаический, безупречный, просто какой-то, ну я не знаю. И только то, что так жизнь как-то, нет, это просто характер. Такая судьба и такой характер. Тут ничего не надо сожалеть. Все, что случилось, все очень хорошо. Все замечательно. Что касается, да, и насчет врача. Вот он пишет. Он очень беспощаден к себе. Я там медицину не хотел, ничего я этого не любил, учился я плохо. Ну вот все, что он про себя знает. Теперь я вам хочу сказать, что, ну так волю случая, Мир Тесин оказался, что вот он работал в поликлинике, моей районной поликлинике, когда он работал врачом на скорой помощи. И я знаю, что когда люди вызывали, они всегда говорили, только пожалуйста, пришлите ко мне доктор Герфа. И в нашем доме, те, которые жили, все знали, что есть такой замечательный в нашей поликлинике доктор. Вот хорошо бы к нему, жалко, что он не принимает, хорошо бы к нему попасть. Я это знаю, вот из, ну как вам сказать, из самых первых рук. Он был, вот правильно Маша сказала, совершенно, Маша знает, он был диагностом. Невероятным диагностом. Вот и я у меня тоже есть, не буду вас утомлять своими болячками, есть свое что-то, что Женя мне дал какой совет, который я использую до сих пор, медицинский, и который мне очень помогает. Понимаете? То есть хочу сказать, что, ну вот, ну как вот вам сказать, что этот человек, вот помимо того, что я сказала, высокий, высочайший интеллектуализм, это человек очень светлый. Вот он родился ведь 9 июня. Не зря он родился 9 июня. Июнь, это вы знаете, что такое? Это свет. Вот как метафора все равно. Это вот свет, я помню его дни рождения, 9 июня, когда вся эта компания веселая, там плясала, пела и отмечала Женин день рождения в этой квартире. И свет лился изо всех, а квартира сама довольно темная, там мало как-то окон, много комнат, стен, но было так светло, свет лился изо всех, буквально вот щелей, понимаете? И было невероятно светло. Вот Женя, человек, вот если спросить, какой Женя человек, там сказать, хороший, еще какой-то, это все равно, что ничего не сказать, это можно сказать про любого. Про него можно сказать, что он человек светлый. Вот понимаете, вот как-то, вот что я могу сказать, что конфуд... Свет, по-моему, одно из самых встречающих слов. Вы знаете, вот конфуций, я это читала не у конфуция, не подумайте, я это читала в письмах Толстого. Он конфуций очень хорошо сказал, что такое жизнь. У Толстого есть такое, что такое жизнь. И там он много всего цитирует, в том числе конфуция, что что такое жизнь, что жизнь – это распространение того света, который... распространение, самое главное слово, это распространение того света, который на пользу человечества сошел с небес. Вот Женя свою жизнь прошел, распространяя свет. Вот мне так кажется, что вот все, что он написал, нарисовал, все, кого он лечил. Вот, кстати, чтобы вас не утомлять, я, наверное, утомила, да, я долго говорю? Вы скажете так, да? Вот я хочу вам сказать, что вот вспомнила насчет того, что в 84-м, там, или где-то в начале 80-х, в каком году, первый раз в континенте его опубликовали, он рассказывал, скажу сейчас, по какому поводу, прям вот лично мне, он рассказывал, что его вызвали в КГБ и спросили, как ваши стихи оказались там. Он сказал, ну, как обычно стандартным образом, ничего не знаю, мы этого и не понимаем. как-то попали и как-то опубликовали. Его предупредили, что, пожалуйста, мы вас, ну, вроде как, отпускаем, но чтобы, если еще раз появится, тогда будет очень плохо. И когда его вот второй раз уже вызвали по поводу, вы говорите, за что, за какие стихи, ну, по-моему, Ахматова отвечала на этот вопрос, за что. Да не за что, за сам факт, чтобы он там не написал, хоть ромашки расцвели, не имеет значения. Его вызвали за то, что он опубликовал эти стихи, что еще раз была публикация, хотя его предупреждали. И он говорит, они со мной так разговаривали, что в какой-то момент мне стало страшно. Вот вы понимаете, Женя был, он, с одной стороны, был скромный, стеснительный, очень такой это, а с другой стороны, он такой твердый был человек, такой, ну, настоящий мужчина, в смысле стержень был в нем такой твердый. Но здесь он сказал, мне стало страшно. И я, говорит, наверное, от страха я начал на них орать. Я стала говорить, какое вы имели... Мы, говорит, сработают сразу все, и вы больше никогда не сможете работать по специальности. Я, говорит, вас, ну, сотрем, как говорится, с этой земли медицинской. И я, говорит, стал на них орать, и говорит, и так, какое вы имеете право так со мной разговаривать, угрожать мне, и какое вы имеете право лишать меня, моего долга, лечить больных. Вот буквально. Но после этого все равно у них какой-то там шел разговор. В общем, короче говоря, его отпустили, но отовсюду выгнали. А почему я это знаю, почему он мне это лично рассказывал, потому что Женя позвонил и попросил меня устроить его гардеробщиком в консерваторию. Почему? Потому что отец мой работал всю свою жизнь главным энергетиком Московской консерватории. Но в этот момент отца не было. Это было лето, он был далеко на даче с сыном и мужем. И я, которая немножко по характеру близко, тоже, когда мне отец говорил, иди в консерваторию, скажи, ну иди, он не мог меня проводить, говорит, иди скажи, что ты дочь Николая Федоровича. Я не шла. Мне надо было, чтобы меня либо дали пропуск в руки, либо чтобы он проводил. И поэтому я тоже очень, так сказать, стеснялась пойти туда и устраивать его в гардероб. Но ради Жени я уже готова была на все. Я пошла, нашла нужного администратора, попросила, и что-то такое я сказала, очень умное, почему он ушел из медицины, что, дескать, вот ему сложно, говорю, вот с администрацией найти нормальные отношения. Вот так я сформулировала легко. И он, и она мне закивала головой, говорит, как я его понимаю, как я его понимаю, эта тетка. И сразу, говорит, приводить. Я говорю, а то, что он не возьмет пуговицы у вас там не оторвет, это я, говорю, ручаюсь всем своим существом. И, значит, я ей сказала, я говорю, я дочка Николая, тут я уже не пистанцовала, я дочка Николая Федоровича. Все. После этого, значит, вот она сказала, пусть приходит, и Женя, а как я это узнала, он позвонил, я говорю, ну, говорит, я хочу прийти. Он пришел с Раи, со своей вот женой, пришел ко мне, и вот мы сидели долго, он сидел у меня, а не сиди, и он мне все рассказал, и как в КГБ его вызывали, и что было, и как вот его, теперь, и теперь, причем, он пытался еще устроиться, когда уже его выгнали, причем его пытались, ему пытались люди помочь, даже вот какие-то органы, которые следят за тем, чтобы не было тунеядцев, у нас же как, поэт, художник, это равносильно тому, что тунеядец, и ему пытались, сказали, ну что вы, вы с такой квалификацией, врачей у нас не хватает, мы вас устроим, и эти органы его пытались еще вот несколько, ну, я не знаю, как вы там по своей хронологии, но у меня он был в августе, вот сидел, это я точно могу сказать, поскольку, муж и сын были на даче далеко, и отец с ними, это был август, а я работала, это был по графику мой, моя возможность работать, а их отдыхать, вот, поэтому, а перед этим, видимо, вот он мотался по этим устройствам, по опекам, по прочим, ну вот, вот, наверное, это все, что я вам хотела сказать, что, чтобы, вот, все вроде, многие его здесь очень хорошо знают, с одной стороны, с другой стороны, что-то про него написано, с третьей стороны, что-то путается, в том числе, вот вы прочитали, Владимир Миронович Генгельса, он Виктор, вот, так что, есть пут, там еще много каких-то дат, и что-то уже, как бы, вот таким образом, история путается, и в конечном итоге, иногда выходит не такой, какая она есть на самом деле, поэтому хорошо, когда чуть-чуть есть возможность, пока мы живы, что-то подправить, какие-то такие детали, ну, в общем, вот я хочу сказать, что, еще раз повторю, что от Жени шел свет, для всех, для больных, для нас более, там, молодых, которые нам, он, он говорил о своем мировоззрении, ну, по сути, мы учились, мы были его учениками, те, кто, то, как он смотрит на мир, то, как он смотрит на природу, как на религию, на все, он был очень открыт, очень был открыт, несмотря на то, что, вот, когда почитаешь, вроде как, его записки, и еще что-то, что он такой, мрачный человек, на самом деле, человек очень светлый, на этом я заканчиваю. У меня знакомство с Евгением Иосифовичем очень небольшое, я его видел два или три раза в жизни, и не стал бы, разумеется, здесь выступать, но есть два или три, так сказать, обстоятельства, ставшие мне ясными из этого знакомства, от которой, мне кажется, не мешают здесь озвучить. Я познакомился с ним на квартирном чтении, которое устраивала Лена Копелева, его отчасти родственница, и она пригласила меня на чтение, как бы, своего родственника, но при этом имя Паэла мне отчасти знакомо, потому что я читал «Аполлон» 77, где Паэла Эссе, так сказать, Евгения Герфа, но Эссе, а не стихи, про стихи я ничего не знал, и ничего, так сказать, особенного не ждал, но стихи оказались именно что особенными, а это всегда очень поражает, когда ничего не ждешь, и ничего про этого автора не знаешь, и вдруг оказывается, что это абсолютно, так сказать, автор совершенно замечательный, и даже редкостный, потому что у него сразу ощутимо какое-то особое качество звука, какое-то легкое и порхающее звучание, что невероятная редкость для стихов, вообще, так сказать, встречается очень редко. Вот, и я у него спросил, публикуется ли, или, так сказать, собирается ли публиковаться, Евгений Иосифович сказал, что сам он ничего не предпринимает, и предпринимать не собирается, и вообще сказал он, это как бы неправильно, потому что это первое, что я хочу озвучить, вот какое-то особенное его отношение к стихам и к публикации, что когда стихи достигают определенного качества, они становятся слышны. И даже сейчас я, так сказать, у меня есть тут его, его записанная, его, так сказать, его фраза. Если мои стихи наберут настоящую силу, они появятся сами, без моей помощи. Мне, так сказать, мне, в принципе, очень близко такое отношение к стихам, с одной стороны. С другой стороны, я знаю, что стихи все-таки начинают говорить не сами, а через кого-то. То есть, так сказать, стихотворения стихи заражают каких-то людей, ну, по крайней мере, одного человека. И этот один человек, или, так сказать, два-три человека уже хотят, так сказать, свое впечатление перенести к другим людям. И я почему-то решил, что я буду вот таким человеком. очевидно, это уже 90-й год, потому что у меня уже какое-то знакомство в журнале «Знамя». А раньше, 89-го, его просто не могло было быть. Я отнес стихи Евгения Евгения Иосифовича в журнал «Знамя», где они благополучно и пролежали лет 10 без всякого движения. Но уже в 2000-м году возникла серия «Аги», где я был куратором. Я просто решил сделать сборник. И опять у меня ничего не получилось. Но здесь уже виноваты не обстоятельства, а виноват, наверное, я сам, потому что сборники в этой вот серии «Колупаги», они, в принципе, по заявке небольшие. Там 50 стихотворений, 70 стихотворений, ну, до 100 стихотворений. И вот из этой огромной книжки «Река быть» я по собственному выбору сделал такую небольшую книжку и показал ее Евгению Иосифовичу. И это мой выбор. Ему просто решительно не понравился. Он сказал, что большинство тех стихотворений, которые я отобрал, их вообще нельзя публиковать, потому что они заражены темными, смутными состояниями, которые христианин не должен выносить и передавать другим людям. Ну, я, так сказать, я помню, я стал с ним спорить и что-то говорить про его стихи, где прозвучало слово, так сказать, в том числе лирический извод как конкретизма. Тут уже Евгений Иосифович и так со мной разговаривал недоброжелательно. Да, да, да. Ну, сумрачно, сумрачно, скажем так, сумрачно, вот, как автор с редактора. А тут он совсем что-то помрачнел и стал мне объяснять, что он работает участковым врачом, а это такое занятие, которое занимает решительно все время и все силы, и у него еле-еле остается время и силы на свои стихи. Сочиняет он главным образом в то время, когда он идет от одного пациента к другому, и это я замечу в скобках, это абсолютно точно, мне кажется, потому что в его стихах есть именно вот какая-то не письменная, а устная, речевая основа стихов, написанных на ходу или даже на бегу. Скобки закрываются. И значит, еле-еле он находит время на собственные стихи, а на чужие стихи, к сожалению, вообще не находят времени. например, что такое конкретизм, он не знает. ну, я стал называть какие-то имена, он сказал, что да, Холин, Сабгир слышал, не читал, но слышал имена, Некрасов тоже, кажется, слышал имя, но не уверен, Сатуновский и Исаковнин никогда не слышал, никогда не слышал. Вот, и вот это вот, мне кажется, удивительное обстоятельство, потому что он такой человек, вот он, вот такой он, кстати, что заподозрить его в том, что он там что-то такое увеличивает, преуменьшает, невозможно. безусловно говорил то, что, так сказать, что и было. При этом, ну, я не знаю, я просто прочту там два-три стихотворения, критически и самокритически проанализировали узловые проблемы, вытекающие из положения. Ну, кто знает, так сказать, стихи Сатуновского, может предположить, что это стихи Сатуновского, а это стихи Герфа. Или, например, гляжу на два паропуска, выставленные в окно кабины автобуса, Сажин и Дудукалов, посеяли паропуска, огорчил их немало, результат ЦСКА, будто взрывом рассажен, Март и сорвана дверь, Дудукалов и Сажин, где вы теперь? Это Холлин просто. Холлин. При этом, да, еще я там увидел буквальную цитату из Некрасова, нити, 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 но это, опять, безусловно, не цитата, а просто совпадение. Вот это вот удивительно, что человек, абсолютно не знающий никаких имен и никаких текстов, тем не менее, очень совпадался с тем, что писали его сверстники, старшие сверстники, младшие, нет, ну, главным образом сверстники, да. И вот что такое стихи и что такое авторство в стихах, кто на самом деле автор стихов, их реальный автор или время, в которое они написаны. Все, спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Меня зовут Эстония, да, Анталина. Вот я, можно сказать, знакомая подругу Светы Орловой. Мы учились с плохим и плохим примерно в одно время. Вот. По поводу этого портрета, начать с того, что Маша не узнала, что это автор портрет. О чем это говорит? И вот этот свет, этот такой умиленный отзыв Иры. Ира тоже не соответствует этому человеку. Значит, человек видел себя вот так, да? Вы посмотрите на эти глаза. Это же глаза вседержителя. пронизывающие, жесткие, беспощадные. Правильно? Это уже волос в одном человеке. Значит, многообразие. Это совершенно я бы сказала, что они здесь беспощадные. Они здесь никакого упрощения в них нету. Сделай другое обрамление, и это будет икона вседержителя. Понимаешь? Это вопрос искусства уже, а не человек. Ну, искусство, но человек то сам себя так, вот почему-то. Может быть, в это время, я не знаю, какого времени. Сам себя он всегда немножко уничижал. Сам себя он. Ну да, скепсис, ирония, это были его, так сказать, параллельно с одаренностью, способностями, это были его качества. Это адаптировать этот партнер как-то приблизительно могли? Ну, это ближе к концу. Это ближе к концу. Это вот именно те картины, может быть, те картины, о которых никто не знал. Я, честно говоря, тоже думаю, что это поздний. Поздний портрет, потому что, скажем, на фотографиях 90-х годов до смерти жены жены, хотя и с бородой уже начинающийся, но все-таки, ну, понятно, что фотографии тоже в разное время делаются, но он там не выглядит вот таким суровым. После смерти жены в 98-м году он действительно остался совсем один, и, по-моему, я не знаю, честно говоря, по стихам, какое-то ощущение, что у него в 2000-м, в 2001-м когда началась болезнь, может быть, она его... я не знаю, от чего он умер, честно говоря, не буду придумывать, но вот стихи, я сейчас некоторые прочитаю, стихи из архива, там две папки с автографами, то есть вот «Река Быть» это отдельная папка, «Машинопись реки Быть», а еще две папки с автографами, папка номер 3, папка номер 4. Иногда повторяют стихи, попавшие в реку Быть, но многие не повторяют, хотя в данном случае говорить о том, что я там буду читать что-то неопубликованное, да у него пока все неопубликованное почти, но это вот не просто неопубликованное, не попавшее в сборник им составлено, и в основном, видимо, позднее, под некоторыми стоят датировки, вообще, в основном он датировок не ставил, а здесь под некоторыми стоят датировки, это как раз вот конец 90-х, 2000-2001 год, сначала не совсем типичный, у него был сборник таких хокку, не хокку, трехстишей, вот оттуда, причем это такая двойчатка, то есть сначала записаны подряд, но сначала первые три строчки отдельно существуют, а потом в другом стихотворении, еще раз они повторены, поэтому я такую небольшую паузу сделаю, чтобы два раза не считать. Пусть это в мои 40 лет совсем безнадежное дело, японским займусь, в нем осыпается сакура и расцветает вновь, японский язык бытия. Вот, а теперь стихи просто, они в основном коротенькие, но разные, да. А дотировки, когда будут, я их буду озвучивать. Ясени, ветвей собрания голосует наугад, как прошло голосование, снова правит снегопад. Раннее утро, сказать простое слово, последнее, поверь и первое, и снова звонок жандармский в дверь. Да, с этим надо сжиться, и сердце в горле бьет, и на паркет ложится крестовый переплет. «Карандашная страна, кран и башня, два пятна белых, крыши гаражей, вот повыше, порыжей, это кто ж? Один шайтан, заблудившийся каштан, он от поезда отстал, кушать с нашими не стал, все поет да ворожит, не по-нашему шуршит». Закат. Окончание не следует, окон чаяния наследует утром рубина стаканы, днем яблоко балаганы, вечером золото чайное помогает от отчаяния. С эпиграфом, ну, с посвящением, памяти родителей. Вот кто знает тайну дау тополя, серебро отовсюду туда руля, туда всегда падает вода, в те миры воздушные летят шары, туда ветер мчит, туда молния молчит, огонь туда горит в попыхах, туда, говорит господин Бах, мы спим туда головой, туда прибывает прибой, туда пойду за тобой. Стая скворцов пасется утром у дороги, скворцы живут как придется, как боги. У койки предсмертного года терапевт слова говорит, последнюю радость ухода сухая трава сентябрит. Он в 90-е годы, в общем-то, выезжал за границу, ездил и в Израиль, насколько известно, и к сыну в Америку. есть, я видел фотографии с его и внучку, он видел, внучка тоже о нем делала посты в Фейсбуке. Ну, это я сейчас отвлекся, а стихотворение просто здесь... А у кого играет телефон, можно выключить? Моя мамушка Россия, ор вороний в октябре, небо серой парусины, разговоры во дворе, тут ходил я словно в кайфе, тут я ожил, тут я был, и ни в Бостоне, ни в хайфе я галошу не забыл, твои семушки я лузгал, в твоей дождики я мог, не еврейский и не русский, а людской, насколько смог. Свинцовый циклон, наклон, еще наклон, бег длинный, тополиный, до моклого зима, промоклые дома, и вновь по тополям волна овации, взрыв с жемчуга, но солнцу не прорваться. 12 августа 1999 года. Насыпь-ка снега мне в кошелку, зима владычица страны, хозяйка ласкового шелку, атласный свет от тишины, будь мне с утра тук-тук в калитку, будь мне румяный счастье крик, когда за хлебом в инвалидку, пойду один совсем старик. 13 октября 2000 года. Рассвет. Ну, хватит, пора на покой, стихи текут безбрежной рекой. Пока, пока, пойдем в облака. Эта жизнь навсегда дана, навсегда полна, навсегда одна, умна тишина. Однажды, вот так же дыша, над крышей и выше, кружа ангелы, замедлят ход и душу возьмут в хоровод. Да как же, а как же работа? Так я ничего и не смог. Там нет никакого отсчета, а белая радость и Бог. Скоро сборы, 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 остаются долы, боры, горы, мятая трава, вот и небо синева, вот и милая прохлада. Ты прости, что я такой. Ничего теперь не надо. Вот и небо, и покой. И, наконец, эпитафия. Затворника Евгения Закончены дела, Судьба вот-вот весенняя С собой его взяла. 3 февраля 2001 года. Умер он в 2006. Я хочу сделать два добавления к тому, что говорили. Одно очень, так сказать, веселое. Я помню кусочек песенки, которую пели Женя со Светланой. Ну, можно предположить, что это его песенка. Там были песни вот Медицинского института. Там просто там про второе МГМИ там была песня. А это была такая, значит, хулиганская песня. Я помню из нее некоторые слова. «Вставлю перо себе в пятую точку Фай-дули-фай-дули-фай и проведу на Венере я ночку Фай-дули-фай-дули-фай». Но там вот, что на этой Венере, там нет комсомольских и прочих собраний. То есть в этой песенке был вполне такой точный политический адрес. Вот. А это у Гумилёва есть такое стихотворение «На Венере, ах на Венере». Может быть, это как информация? Может быть, да. Вот. Это раз. А два, я имел с ним один раз такой маленький-маленький, но серьезный разговор. Значит, ну как-то мы сколько-то не виделись, а потом увиделись, и я спросил, Женя, а что ты сейчас делаешь? И он сказал, что вот он работал на скорой, потом сколько-то времени он работал в каком-то медицинском НИИ, по его словам. И вот оттуда опять сам ушел на скорую, и вот он объяснил почему. Я постараюсь, я помню его слова, они были такие. Ну что, вот там сидеть, дрочить бюретку, а тут я приехал к старухе, которая кончается, воткнул ей, глядишь, она еще два месяца поживет. Меня тогда поразил вот, так сказать, гуманизм вот такой, ну, не буду чего, вы все можете сами оценить, что в этих словах есть. Вот. Последний раз я его видел, придя в малый зал консерватории, издавая пальто, и вдруг, это Женя. Вот. Да, сказал он, да, вот здесь. А что нет? Ну хорошо, тут музыканты. Вот. Что касается его внешности. Ну да, конечно, когда он смотрел, куда-то взор был такой. Я помню, его глаза прищуренные, и такая, в общем, все время кривая смешечка, и он там теребил бороду, у него такой был слегка, так сказать, сардонический вид, и он любил говорить, хе-хе, хе-хе. Вот. И с этим хе-хе он относился, так сказать, к очень многим материям вот нашей тогдашней повседневности, да. И поэтому мне, я младше его, значит, на, там, 6 или 7 лет, значит, мне было как-то понятно, что он находится на такой дистанции от вот нашей, так сказать, всей действительности, любой, бытовой, политической, которая мне вот недоступна, что он там, не потому что он поэт, а потому что он, ну, у него есть сила на иронию по отношению к вот этому существованию. Это ведь очень непросто, в особенности в советской действительности, это один из самых запретных таких приемов вот этого дистанцирования. Это похлеще, чем вот то, что там у нас в советской власть эстетические расхождения. Да. Вот. Да. Ну, а я тоже могу сказать, как многие говорят, он, ну, не то чтобы спас, но вытаскивал моих родителей, которые были там сердечники и так далее, не один раз. Вот. Это он, у него был этот дар спасать. Танечка попросила почитать стихи Евгения Герфа, что я с огромным удовольствием сейчас попытаюсь сделать. это стихи в основном из файлов, полученных мною от Ивана Ахметьева. Некоторые из них публиковались наверное в НЛО, какие-то в нашей антологии русские стихи 1950-2000-го годов, а какие-то не публиковались и существуют только вот в этих файлах. Я, как обычно, не успел засечь время, так что, Танечка, ты меня просто прерви, когда уже будет достаточно. Пожалуйста. Хорошо. Евгений Герф. Свет холодный восковой Завладел сейчас Москвой, Свет стеклянный разливанный, Оловянный деревянный, Свет сегодня посмотри гравировка изнутри Стеарины белых лип, Стеариновые стены Оттого, что снег налип Этой белой хризантемы Ничего часы не значат И синица громко плачет Где мы, где мы, где мы, где мы? В юго к югу аккуратно дыма пряди наклони Дай услышу ароматы крепкой мяты в эти дни Дай попробуй отрадный твой прохладный валидол Дай лицом уйду в громадный полотняный твой подол Теплота и тишина Век не прекратятся Голуби как горсть пшена Вдруг озолотятся Туча дальние жирна Дута зубовата А земля черна жадна мята бронзовата Вечер вышли жители на свои балконы словно небожители и наполеоны влажный скинув китель важен каждый житель как судьбы решитель и огнетушитель потягивает с севера плюс один снег рассеянный господин там к пивку припал там в муку попал не тот номер набрал был да помер пропал скок скок белый птенчик постилает парчу словно сонный младенчик клонится к плечу ты пела или говорила что ты скрывала что дарила что знаешь ты с того момента как это сделалось с тобой магнитолента на мостовой просим вас сообщать машинисту о всех фактах обрыва манистов нарушений порядка в вагоне в порядке упадка агонии о времени замедлении задымлении странностях иного о неисправностях подвижного состава других чрезвычайных листьях винных повинных печальных химных чайных день ледяной день разливной день что не день то иной день нитяной линованный день водяной взволнованный день резной день сквозной день пахнет бензином весной свирк свирк расцвиркался ртутный нетутный торопей воробей ври ври цедери работников искусств полон куст куст призывы октября да здравствует осень да здравствует милости просим да здравствует в мои окошки стучат золотые монетки да здравствует жареные картошки трещат у соседки по лестничной клетке да здравствует золотого запаса стремления сплошь в обвал и провал да здравствует старший лейтенант запаса евгений который слыша картошни все это рифмовал никому не мешать да прочитывать по страничке жизнь жизнь оставшуюся дышать на снежинку на рукавичке следующий стих варенье называется прошу твоей руки ты меня возьми а не собачку чтобы чтобы ни одной на свете быть чтобы не теребить пегаса пачку а меня овсянкою кормить чтобы в смертном мировом просторе перепад наметился тепла то есть штукатурка в коридоре не такой холодной была надо знать свой шесток свой довесок свой неведомый срок свой лесок перелесок светит солнце неяркий глазок свои трепаные тетрадки горбушку в газетке да соль свое место украю оградки дождик сыпется малый косой вставайте матушки надо хватит дремать в полусне доставайте наряды дело к весне муслин шифон муар в горошек в лилию в серую лапку утюг ворчит въезжая в тряпку и от земли отходит пар расстелила солнце рядно через топи светлый брод мои матушки нарядные скоро станут в хоровод одна матушка рябинка светозарна и стройна а другая светосинка а другая бузина спят они пока святое все должно произойти и на землю золотое сыпет ангел конфетти бабочка капустница белый платок вдруг скакать припустится с цветка на цветок небо переполнится прянет холодок до земли наклонится с бабочкой пруток бабка несет смороду крупную породу лубяная посуда бабуль ты откуда из-под города хитрого из-под дмитрова набивай аскорбинкой рот челюсть на сторону свернет этот черно-лиловый восторг тут листок там листок везут автобус собаку беломор и чай азербайджанской вот череп голый как лимон вот человек цыганской автобус полн он по сих пор он резв он прет во весь опор он трезв он пьян немножко он смотрит из окошка собака едет беломор батон и пиво и набор железных гор зеленых гор венгерского горошка волна грозы миновала бабки с кошелками строят расстроенные порядки ветер прохладный словно редька из подвала а то вдруг теплый клубнично сладкий треплет льняные репьи а небо все ниже все хуже в тяжелой сияющей луже на дубнинской расхулиганничались воробьи в этой малой комнатке полутемно в открытое окно вылетает занавеска влетает словно комнатка эта вздыхает кто в ней обитает бедовый сквозняк девочка на скамейке медовый казинак пылинки сверкающие как вскрытое ситро вагоны покидающие станцию метро будущее в прошедшем будущее в настоящем будущее в будущем грядущем говорящем чающим простов святого своего в этой малой комнатке ума моего следующее стихотворение называется «В электричке» сосед мой косой сысой авоську везет с колбасой и маслом страны Прованс у нас сегодня аванс сосед мой Степан Иван Касьян Демьян пьян в мою зеленую капусту он одобрительно глядит а поезд мчит по месту пусту и упредительно гудит Листья летят и птицы и в рассветных лучах птица ли золотится листья кричат Шесть воробьев нет восемь милости просим Ивовая гостиница пуста здесь у нас высота красота сейчас мы вас запишем на во на во нету ни одного такова судьба поэта ни ответа ни привета снег стекает с парапетом Бархатные виолы Павелецкий вокзал Голос мой веселый Что ты мне сказал Что судьба не пропадает Только дремлет до утра Да как шмель потом впадает утром в белые клевера Тень великого канта сегодня со мною Трость и плотный песок Грохот наката Сосны стеною Все что хочешь тебе могу нагадать по руке По играющим солнечным пятнам Солнце шепчется на языке навсегда непонятном Словно ангел явился в тюрьму Такая прохлада Ничего никогда не пойму и не надо А у нас все по-старому пьяница Шмель бедовый гудит по-новой А еще Иван чай вам кланяется Клоун лиловый партий партийность партия зеленых ив громко серебристых рек религия небес вовек над каждой бедой склоненных национальность человек Следующее сфорение называется Бабочка и Ромашки В расклад и в склад В расклад и в склад Летает ржавый шоколад В системе белых звезд зыбучих Святых расплаканных подучих Все кончается Истории Империи Бесконечные прямые раздваиваются Философия ведет до самой двери Осторожно двери открываются Склонение называется В вагоне метро Плоский как сковородка Кумпол ходил с бубей В наборе его одногодка Не было бубей Хоть убей В ответ тот ходил горстями Бросая запасы крестей Наверное он был крестьянин По виду гробастых кистей И каждый из них другому не сопереживал И каждый из них по-другому сопел и резинку жевал Слышь дождь Где живешь Куда уходишь потом Куда спешишь Шипишь Вьешь Извивый Пенный Питон Бегут полоски серебристые Как стиральные доски Все Взгляни-ка Вода Ягоды Стекляника Ветки Провода Взбрызги Пения Воробьев Из лесу Словно Молитвенное Рвение Колокольчик Взбивает Мессу Кланяются Воробьи Всем Клиром Обсуши Капюшон Кончено Идите С миром Дождь Совершен Галактика Ромашек Распашек Вот это Дашек Спеленутый Фонтан Недорого Годам Рассвет Никого Нет Москва Проснулась Но еще Спит И Сослепу Окнами Мокрыми Глядит Усопшее Прошлое Сияет Росой На усохшем Листке И Каждое Дерево Знает И просит Вызвать К доске Лещет Дождь Шлещет Дождь Лещет Во всю мощь Рано утром разбужен Словно пассажир купе В котором никто никому не нужен Снег белое в себе Докварение называется Восход солнца Восход солнца Снег огромный окончанием Поролоновое молчание Переполненные дымы Словно волн побег из тюрьмы Вдруг настало Алло-харал Круглой раной заорал Как, еще или все? Еще одно давай Невозможно остановить во все функции Ты на меня такую взвалил Трудно Может дочитаем Штук семь всего осталось Штук семь стихотворений Выдержите? Горят сирене Смотри, смотри Словно на рентгене весна изнутри Проезжают трамваи Везут мандариновый свет Женщина тискает пирожок с повидлом В отделении связи Просторно и пусто Можно дать телеграмму Какому-нибудь паровозу У-у-у Спасибо Я всех приглашаю сюда Через год Постараемся к этому времени сделать И выпустить книгу Герфа Потому что не зря же Наконец Есть возможность работать с его архиером Спасибо 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 Спасибо